Здарова, народ! Это TechBird и я хочу вам задать вопрос. Знаете, чем отличается эта коробка от этой коробки? За эту коробку и то, что в ней внутри компании Intel должно быть стыдно. Тут был SSD Intel 540S и он на самом деле показывал довольно-таки спорную производительность. И мог считаться только интересным и очень дешевым решением. А здесь у нас SSD 5 545S. Этот, по сути дела, допиленный 540-й, потому что здесь у нас контроллер от той же самой Silicon Motion, только модель уже 2259, а он уже более допиленный, более додуманный, но по сути он остался тем же самым. А еще тут используется 64-битная TLC 3D NAND память. То есть здесь у нас 3D NAND память от Intel второго поколения и она на самом деле намного удачнее, поскольку ее плотность в два раза выше. И если вспомнить, то первая версия этой памяти была установлена как раз в SSD от Intel 600P, который на самом деле имеет немного дурную репутацию. И обзор предыдущей версии SSD, правда 120-гиговой версии, есть на одном очень интересном канале SRV. Это товарищ дядя Толи. И, в общем, заходим, смотрим, просвещаемся. И, кстати, огромное спасибо Илюхе из 3D News, которая пишет статьи об SSD и о камнях. Он мне помог сделать правильную наглядную методику тестирования, на которую мы сейчас посмотрим. В общем, поехали, тестим 545-й. Начнем с CrystalDiskMark 5-й версии. И здесь у нас все просто. Диск заполненный на 94% и диск пустой. Пустой диск показывает отличные результаты, а вот с заполнением на 94% не все так хорошо. С записью у нас довольно-таки большая просадка, но это вполне ожидаемо при подобном заполнении SSD. В идеале всегда держать 20% свободного диска для корректной и быстрой работы накопителя. Дальше мы задействуем тот же самый CrystalDiskMark, но объем используемых файлов уже в 32 раза больше и на 9 прогонов. Здесь хорошо видно, что SSD практически не греется, 48 градусов. И также видно небольшую просадку при работе, но при этом с блоками 4К не все так плохо. Пускаем AIDA64DiskBenchmark и тестим во всех режимах, которые можно. И тут у нас с блоками 8 мегабайт, в принципе, нормальная скорость в обоих режимах. Сверху у нас на 94% забитый диск. Теперь линейная скорость. Графики у нас практически идентичны. Просадки практически нету, но линейно писать, в принципе, любой умеет. Так что тут глупо ждать чего-то другого. Дальше у нас идет случайное чтение. И здесь уже скорость у нас сплавает, но в любом случае, что при 94% заполненности диска, что при пустом, минимум на 400 мегабайт в секунду. Идем дальше. По тестам у нас опять же все хорошо и скорость находится на том уровне, который явлен производителем. Ну и наконец проверим, что у нас с задержкой. И очевидно, что при увеличении заполненности диска задержка будет выше. Очень хорошо наглядный синтетический тест PCMark 8 показывает нам следующее. Пустой диск работает отменно, а вот при заполнении более чем на 90% видно, что скорость проседает. Теперь у нас идет самое веселое и наглядное. Это живое копирование. Копирую я уже установлен на игру Ведьмак 3, объем ее 35 гигов и, кстати, полностью забивал я SSD-шни как раз шестью Ведьмаками. Копирую я, кстати, с конкурента этого SSD Samsung 850 EVO. Скорость у нас хорошая, в установленной игре много файлов разного объема и при этом просадки ниже 260 мегабайт в секунду нет. И вот наглядно выглядит 4 параллельных копирования сразу. И напоследок, уже когда у нас диск заполненный, довольно неплохо, я делаю еще последнее шестое копирование, что поставлю шестую копию. И у нас скорость, опять же, находится на том же уровне. В общем, так, довольно наглядно и кратко о 545. Intel молодцы и они сделали хорошего конкурента как раз 850 EVO. У меня есть где взять 850 EVO на 250 гигов и я протестирую его специально и сравним с ним, чтобы уж картина была более ясна. А теперь давайте подведем итог и что же значит появление данного SSD и данной новой памяти для нас, потребителей. В 2017 году выходила куча новых SSD. Они были кривые, косые, хромые, обрезанные. То без кэша, то еще без чего-то. И работали они правда плохо. Они могли подойти только в ноутбук ради того, чтобы заменить винт и ходить с SSD, чтобы это было более надежно. И то, все вот эти удешевления приводят к тому, что эти SSD-хи дохнут просто так. И это и очень печально, и становится немного страшно и непонятно. Вроде мы берем SSD, который должен быть надежный, а получаем по факту не очень хороший результат. И информацию на ноутбуке у теста я так потерял полностью. Но, к счастью, был бэкап и, в общем, все хорошо. Мы увидели в конце года выпуск уже нормального SSD, а не какого-то обрезка. Это хорошо. Плюс Intel сделала новую память, которая очень хорошо себя показывает. И есть 900-ка от Intel, которую, к сожалению, я, наверное, никогда не увижу. Но она настолько крутая благодаря этой памяти и так хорошо работает с 4К-блоками, что это значит то, что они выпустили топчик, выпустили младшую модель на этой памяти, показали. И, думаю, в следующем году мы увидим какой-нибудь SSD Intel 700p на M2, который будет быстрый и заменит 600-ку и восстановит доброе имя Intel в мире SSD. Что касается 545s, то тут все очень просто. Если она будет дешевле, чем 850 EVO от Samsung, то однозначно на нее стоит смотреть. И чуть не забыл сказать, гарантия 545 составляет 5 лет, а это на фоне конкурентов неплохо, так как есть модельки из трехлетней гарантии. Ну, в общем, все. Такая вот пилотная версия обзора SSD. Если вам понравилось, ставим большой палец вверх. Если что-то не так и вы бы хотели видеть немного другие тесты, пишем внизу. Так как есть много SSD, которые должны встать в проекты. И данные SSD я могу спокойно протестировать. И для вас будет больше информации, что стоит брать, а что не стоит. В общем, подписываемся, ставим палец вверх. Всем пока, это был TechBird.